Дворцовые интриги и история любви в Тольятти с гастролями приехал государственный академический драматический русский театр Республики Башкортостан. Они дарят лучи тепла своими танцами. Более 20 хореографических коллективов боролись за звание лучшего в 10-м конкурсе фестиваля Дети Солнца. Здесь побеждает сильнейший. Автоград впервые принимает у себя турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global. Эпоха Екатерины Великой и Российская империя 18 века через призму музыки и песен. В Тольятти с гастролями приехал государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан. На Тольяттинской сцене звучит мюзикл «Голубая камея». О нем мы расскажем далее. Актриса драматического театра Республики Башкортостан Наталья Аринушкина готовится к выходу на сцену. Признается, после нескольких выступлений надевать платье с корсетом стало быстрее. Ее наряд весит около 8 килограммов. На каждого актера мюзикла минимум по два костюма. В постановке участвует более 40 человек. Сам жанр мюзикла подразумевает легкий жанр. Поэтому здесь и заканчивается он хэппи-эндом. То есть она дает свое благословение на Тараканову и на Орлова, несмотря на то, что был заговор против нее. Но однако для того, чтобы зрителям осталось впечатление легкости, веселья, праздника, яркости, в общем, Екатерина здесь немножечко мягче, чем обычно. Действие мюзикла «Голубая камея» разворачивается в Санкт-Петербурге и Венеции 18 века. В центре сюжета – дворцовые интриги и любовная история графа Алексея Орлова и княжны Елизаветы Таракановой. «Голубая камея» – это наше славное прошлое, славная Екатерина, славный Орлов и известная по книгам Данилевского княжна Тараканова. Вот их история, облеченная в музыку и захватывающий сюжет. Выступление актеров из Республики Башкортостан является частью программы «Большие гастроли», которая осуществляется под патронатом Министерства культуры Российской Федерации. Ее главная цель – не только разнообразить театральную жизнь Тольятти, но и провести культурный обмен между двумя городами. Мы возрождаем наши дружественные, теплые, культурные взаимоотношения с таким серьезным театром, как Государственный Академический Русский Драматический Театр Республики Башкортостан. В далеком прошлом, я хочу сказать, что театры сотрудничали, это более 10 лет назад. Соответственно, мы очень надеемся, что вот именно эта программа позволит нам возродить эти взаимоотношения, и будут они уже регулярными, ежегодными встречами, знакомствами с новыми событиями, с новыми премьерами. В ноябре театр «Колесо» продолжит радовать зрителей своими спектаклями. В конце месяца на сцене состоится премьера. Постановка режиссера Евгения Берковича «Отрочество». Ну а теперь от мюзикла мы перейдем к танцам. Лучшие молодые коллективы со всей страны приняли участие в 10-м международном хореографическом конкурсе фестиваля «Дети солнца». Подробности далее. Холода все сильнее, сковывают город, солнце уже не дарит тепло. Поэтому согревать Тольятти приехали танцевальные коллективы со всей России в рамках конкурса фестиваля «Дети солнца». Начинался он 10 лет назад. У нас было очень много всевозможных коллективов. География огромная. Мы, в общем-то, думаем, что он будет дальше продолжаться, потому что достаточно много детей к нам едут. Все отмечают уютную, прекрасную атмосферу. И, как бы, вот знаете, история она такова. Сколько детей к нам приезжает, столько мы учимся, столько всего мы нового и вводим в своем фестивале благодаря этим детям. Конкурс носит международный характер. У нас были гости из других республик, из Казахстана, из Татарстана, Башкортостана. И, конечно же, мы надеемся, что вот такая география нашего конкурса позволит многим принимать участие. И что, в принципе, способствует профессиональному росту, профессиональному обмену участников. Это, на самом деле, здорово. Стиль танцев у коллективов может быть разный, начиная с народных и заканчивая современными. Главное ограничение – это творческий взгляд на выступления самих детей. Оценивают номера профессиональные хореографы. Существуют некие профессиональные критерии. Это и композиция, постановка танца, соответствия музыкального материала, возрастным особенностям, соответствия костюма, идеи, концепции. Это некий взгляд, который может быть, может быть, в чем-то поможет в будущем этим коллективам, руководителям, как, куда двигаться, каким образом, на что какие-то акценты обратить внимание в дальнейшем. В этом году за призы фестиваля боролись 20 коллективов. На торжественном закрытии никто не уходит без подарков. А гран-при фестиваля выигрывает танцевальный коллектив из Тольятти. В нашем репертуаре было два номера, оба народные, ярмарка и забайкальская походная. Я думаю, наши номера достаточно сильные, так как покорили жюри и заняли гран-при. Победу всегда дается сложно, но мы сделали свое дело. Главные призы, самая нужная вещь для танцевального коллектива – это ткани для создания костюмов. Организаторы уверены, что в следующем году дети солнца снова озарят своими лучами город Тольятти. А вот для наших следующих героев, кажется, нет ничего невозможного. Они выходят на ринг за славой и победой. Тольятти впервые принимает у себя турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global. О современных гладиаторах расскажем далее в нашем сюжете. Турнир такого масштаба Тольятти принимает впервые. Битва Fight Nights – это не только выступление лучших спортсменов на ринге, но и прежде всего целое шоу. На арене Автограда лицом к лицу встречаются 12 пар сильнейших бойцов России и мира. Среди них Тольяттенко Юлия Куценко. На Fight Nights у нее бой-реванш с соперницей из Ёжкоролы Златой Шефтер. Пришла из кикбоксинга. Кикбоксинг занималась очень долго, давно, на протяжении 15 лет. Потом перешла в профессиональный бокс, где у меня была очень, ну, скажем, хорошая карьера, где не было ни одного поражения. Но этот вид спорта для меня немножко скучный, поэтому решил перейти в ММА. Что чувствуете перед боем? Как всегда, настроен на победу. Реванш все же состоялся. На протяжении первого раунда бойцы обменивались равными ударами. Но во втором Юлия Куценко сумела одержать победу над соперницей техническим нокаутом. О том, что смешанные единоборства могут быть опасными, напомнил Георгий Сакаев из Подмосковья. В первом раунде в глубокий нокаут его отправил Шамиль Абасов. Побежденного соперника пришлось увозить из клетки на носилках. Главная битва вечера состоялась между Михаилом Царевым и Артуром Гусейновым. Последнему пришлось готовиться к поединку буквально за несколько недель. Боец сбросил 18 килограмм для участия в бое. Несмотря на это, победу в первом раунде сумел одержать сибиряк Михаил Царев. Своего оппонента он отправил в технический нокаут. Получился бой у меня вот такой. Гонял большой вес и восстановился просто. Соперник хороший. Надо было просто восстановиться. И все. На самом деле соперник у меня серьезный. Но настраивался я финишировать его во втором-третьем раунде. В первом, я не знаю, так получилось, слава Богу. Исход я не могу предвидеть, я не Господь Бог. Я мог предвидеть либо поражение, либо победу. Поэтому настраивался всегда на победу. Как отмечают организаторы Fight Nights Global, Самарская область обладает всеми необходимыми критериями для проведения турниров международного масштаба. А это значит, что в будущем жители губернии могут стать свидетелями новых гладиаторских боев. С вами была программа «Территория Тольятти». Об интересных и важных событиях нашего города вы можете сообщить по телефону редакции, которую видите на своих экранах, или написать в официальную группу телеканала «Губерния ВКонтакте». До новых встреч и берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин